Добро пожаловать на просмотр видео. Все популярнее становится тема, а что если? Среди симуляторов на Android, где различные авторы с помощью фотошопа и фантазии, хоть и на скриншотах, но добавляют что-то новое. Получается это довольно интересно и заманчиво. Так вот, я решил тоже попробовать на игре Pickup. Сами вырезки машины взяты из Car Delivery Service. Кстати, обзор на эту игру у меня был вот он в верхнем правом углу. Ну а после чего я наносил эти вырезки в подходящие места уже на карте пикапа. Ну и после чего их немного редактировал и сохранял. Если нужен гайд, пишите в комменты. Кстати, хотел сказать еще в описании теперь каждому видосу будет идти донат. И поэтому любой из вас может поддержать меня любой суммой от 10 рублей. Там вообще смешанную сумму буквально можно донатить тех людей, которые будут донатить. И я, конечно же, буду благодарить и показывать в начале следующего видео, как все принято. Ну а теперь обратно к видосу. Вот что у меня получилось. Так как недавно разработчик показал новый скриншот, на котором был изображен грузовичок RAV. Советский грузовичок. А я решил добавить немецкий грузовичок. В принципе, почему бы и нет. И им стал Volkswagen Transporter. Думаю, получилось довольно неплохо. Он так смотрится прям на фоне звездного неба и моего опрокинутого пикапа с мотороллером. Ну ладно. В принципе, неплохо. Лично мне это очень понравилось. Думаю, с RAV он смотрел себя очень гармонично. Ну а мы давайте посмотрим следующий скриншот. Тут я решил добавить трактор Belarus. В принципе, многие игроки просили его добавить. Только не хватает ПТС. Ну прицепа, в котором мы бы возили запчасти. Ну или какие-нибудь грузы. Конечно, тут немного заметно, что это фотошоп. Но все же мысль донесена. И в принципе, не так уж и плохо это и выглядит. Кстати, посмотрите, как рядом лежит пикап. Очень круто. Ну а дальше я добавил УАЗ Хантер. Такой армейской раскраски тоже. Не знаю, почему-то захотелось мне добавить УАЗ Хантер. Почему бы и нет. Смотрится тоже неплохо так. В ночи он выглядит очень темно. Единственное, но тут у него передней оси нет. Но уж как есть, в общем. Получилось тоже довольно неплохо. Единственное, чего не хватает у этих машин, так это теней. Но спишем на то, что я играю на минималках. И как вы знаете, на минималках теней нет в пикапе. Вот можно списать на это. Ну а дальше я решил посходить с ума и добавил целый БРД. Ну просто потому, что я мог и все. В принципе, выглядит довольно неплохо. Здесь даже щитки открыты. Вот они как раз с этим армейским УАЗом Хантером будут смотреться прям вообще четко. Они даже на одном и том же месте стоят. Вот это реально годно так получилось. То есть, как по мне, так БРДМ очень реалистично даже вписался в эту игру. И смотрится он довольно неплохо. Но дальше я решил добавить еще один фургончик. Только на этот раз не немецкий, а советский. И это не RAV, а всеми известная буханка. Ну тут она немного так по цвету отличается от пикапа. И стоит как-то не очень ровно. Ну, в принципе, как получается, так получается. Да еще и вдобавок моделька так себе, честно. Ну а тут я решил посмотреть, как будет выглядеть полицейская шестерка. Поставил ее тут на обочину. Тоже она немного по цвету так выделяется. Она слишком яркая для пикапа. Но все же, как сделал, так сделал. Еще она и праворульная, в принципе, да. Так как она отзеркалена. Вот. Просто представьте, если была такая функция в пикапе. Например, мы превышаем скорость. Видим, стоят полицейские где-то там за кустами на обочине. И нам просто прилетает штраф. Или же вообще погоня. Но это, конечно, уже безумие какое-то пойдет. И излишние заморочки, как по мне, так. Ну, вполне было бы интересно. Почему бы и нет? Можно было бы много РП-шек погоня наснимать по пикапу. Я думаю, вы со мной согласитесь. В общем, вот примерно так бы выглядела полицейская шестерка в этой игре. Ну и последний на сегодня скриншот. Это Зил. 131-й. В игре есть газ. Почему бы не добавить Зил? Только бортовой. Тоже получилось очень неплохо. Мне прям зашла эта тема. Зил здесь вписывается вообще. Просто идеально, как по мне. Вот. Буду благодарен любой активности под видео. Это то есть лайки. Там, комменты, подписки и так далее. Кстати, если подписываетесь про колокольчик, не забывайте. А то вам уведомление о новом видосе не пройдет. И еще вы что-нибудь да пропустите. Будет как-то не очень. Поэтому не забывайте про колокольчик. Ну что, на этом все. Буду заканчивать. Получается, встретимся мы с вами. Либо на ближайшем стриме. Либо же в следующем видео. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok